Рабочая группа при оперативном штабе отслеживает ситуацию в регионе. Прямая линия, состоявшаяся для телезрителей и радиослушателей национального телевидения «Радио и Таванрадио», показала, что вопросов по-прежнему немало. Практически в ежедневном режиме у нас проходит также видеоконференц-связь с главами муниципалитетов. Безусловно, мы владеем ситуацией, которая происходит на местах, на территории всей республики. В каждом муниципалитете, в каждом районе созданы рабочие группы. Руководители Министерства и ведомств около часа отвечали на самые актуальные вопросы. Главная тема – безопасность и сохранение здоровья. Еще раз и еще раз хотелось бы обратиться ко всем гражданам, обратиться к вашей гражданской ответственности, в конце концов, к совести, к ответственным отношениям как к своему здоровью, так и к здоровью всех окружающих. То есть, если вы почувствовали какие-то признаки заболевания, если вы были в контакте, если вы приехали за границу, своевременно сообщить об этом медицинским работникам службы Роспотребнадзора и принять все необходимые меры, чтобы не было дальнейшего распространения данной инфекции. Жители ищут маски. Они периодически появляются и исчезают в аптеках. Помимо помощи с федерального профильного ведомства, к производству востребованной продукции подключились местные производители. Сегодня уже 12 организаций осуществляют пошив масок, и мы вышли уже на порядка 40 тысяч масок в день производства, и планируем в ближайшие недели довести до 100 тысяч масок в день. Я думаю, что с учетом тех решений, которые приняла правительство Российской Федерации, и с учетом наших мощностей, мы данную проблему в ближайшие недели постараемся закрыть. Следует добавить, была большая проблема еще и с масками для медицинских работников. И сегодня фармации и наше предприятие «Хлопковый рай» ежедневно выпускают маски. Эти маски в ежедневном режиме передаются в наши медицинские учреждения. И на прошлой неделе в результате поездки Олега Алексеевича в Москву в Минпромторг, мы понимаем, что через 7 дней в Чувашию поступит более 326 тысяч масок, которые также будут уже в том числе реализовываться и через оптичную сеть. Вопрос цены стоит очень остро. Профильное ведомство намерено мониторить ситуацию. Сегодня цена варьируется от 50 до 150 рублей. Поэтому мы размещаем сейчас информацию на сайте, где, в каких местах можно приобрести эти маски. Сейчас министерством организован мониторинг, и при завышении стоимости мы будем вместе с ФАСом России анализировать ситуацию. Если будут требоваться принятие каких-то надзорных решений, мы с надзорными органами будем принимать решения. Подзаконные акты, связанные с государственной поддержкой семей, пожилых, безработных, малообеспеченных, тоже принимаются в ускоренном порядке. Многих волнует, смогут ли они оплачивать ипотеку. Буквально сегодня проводил ВКС заместитель председателя правительства Куснулин, который курирует строительную отрасль, ипотечные вопросы. И один в один этот вопрос поднимался. Во-первых, что ипотечные каникулы необходимо распространять не только больных коронавирусом, а именно на людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию. И буквально в ближайшие дни готовится целый пакет мер, в том числе по вопросам продления каникул по выплате ипотеки на уровне правительства Российской Федерации. И ориентировочно он на следующей неделе будет принят. Такие прямые линии станут регулярными. Волнуют вопросы стоимости.